всем привет сегодня я продолжаю рассказывать про материалы для рисования ковырелью в прошлый раз я рассказывала как правильно выбрать краски ковырелью в этот раз поговорим о бумаге это сложный вопрос потому что когда заходишь в магазин там очень много различных папок на которых написано бумага для акварели но если разобраться то на самом деле многие из этих папок это бумага не для акварели я не знаю почему так пишут но во первых первый показатель бумага для акварели должна быть плотностью 200 грамм на метр квадрат то есть если больше это хорошо если меньше это не бумага для акварели во вторых не торопитесь хватать такую бумагу и платить очень немаленькие за нее деньги потому что надо ее сначала пощупать во первых она должна быть рельефная шероховатая во вторых толстая в третьих я не знаю как это объяснить но такая она должна быть звонко что ли не тоненькая и посмотрим вот такую бумагу очень плохую сразу чувствуется что она тонкая очень тонкая нагнется легко гнется вот обычный листик вам нужно это реально ощутить вот тонкая и вот здесь хорошая погодненькая мы даже на картон похоже так затем по свойствам давайте посмотрим я сейчас немножечко порисую я пример возьму бумагу покажу чем же она мне так не нравится так и вот здесь у меня есть большие листы а3 вот эта бумага она очень плохая хотя 200 грамм да смотрите на обложки в основном обложки не меняются нужно запоминать как бумага выглядит очень хорошая я один раз убрала бумагу в магазине художественном там на ней такой маленький альбомчик опять мне был нарисован сепией такой замок я не запомнила как она называется это у нас балансо не запомнила и потом решила купить точно такую же пришла туда же магазин если предавец хороший то она подскажет я ей сказала у вас есть такая бумага которая нарисована замок вот такой такой-то она мне как не странно хорошая и я совершенно случайно купила 200 грамм что да она недорогая и очень приятно да плотненькая такая она не впитывает воду то есть ну метод проб и ошибок не обязательно дорогая значит качественно хорошую бумагу я наверно я не буду проверять думаю и так понятно что здесь все хорошо когда рисуешь по сырому у тебя есть время чтобы все нарисовать до того как вода впитается так это на хорошей бумаге а если на плохой попробуем нарисовать что-нибудь по сырому начинаем начинаем мочить лист так ну я думаю уже видно что он полностью промок просто насквозь 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 и вода тут же вся впиталась как промокашка это самый лучший вариант я не знаю почему производители на такой бумаге пишут акварельная ну с чего они взяли то есть я еще даже не успела ничего нарисовать у меня уже все впиталось так вот я пытаюсь что-то нарисовать быстрее и быстрее ну и видите что я не могу у меня ничего не расплывается у меня уже все впиталось давно причем это ужасно это провал поэтому обязательно смотрите на полотна щупайте и запоминайте обложку и тогда точно не промахнетесь самые лучшие варианты повторяю вот такая бумага и вот такая да все хорошего вам выбора в следующем видео расскажу про кисточки в следующем видео Продолжение следует...